ребята теленок он сосет сиську и он спрятался от нас а сначала он тут стоял видите как он он уже не маленький это уже нормальненький а вон еще тоже сосут сиськи короче тут все сосут сиськи представляете телята вот этот классный тут тоже почему-то мы одни новосельское переправе мы кстати нам интересно стало посмотри это коровы ей пофигу она не уходит устала и стоит поэтому мы тут бесстрашно тоже маленько приостановились спасибо ребята мы доехали до асфальта смотрите сколько коровок и лошадок и жеребяток там посмотрел же ребеночек какой и дорожка тут вся обосранная кашка коровьих самое лучшее удобрение кстати да да вот отсюда до этих камышей наташи дошли точно есть у нас видео тоже можете посмотреть и направляемся мы сейчас скорее всего котом карагай с удовольствием узнаем цены кстати в гостинице оператора опять не включается называется начинает каприли что ты хочешь кушать или спать или что ты хочешь то и другое да все вместе видите она не может долго терпеть говорят мужчины не могут терпеть оказывается наоборот совсем нас таки очень здорово ски накормили там Наташа скажи здорово кормят в мелодии да очень вкусно как в пионерском лагере отдаете 32 тысячи за двоих и все и голова не болит за целый день это на сутки завтрак обед ужин идеальный вариант а в Алаколе вы отдаете сколько я помню 16 тысяч за двоих правильно 16 тысяч это все вместе с гостиницей правильно да то есть в Скаменогорске конечно подороже ну и в Скаменогорске это практически октава у нас считается а теперь товарищи посмотрите чистое небо вдалеке синие горы рядом желтые дальше там зеленые горы и на фоне это все водное глади это просто нету товарищи этого в Сан-Франциско нету этого в Нянчанге там своеобразно там есть да вот именно вот такого комплекса товарищи нету не видно водной глади конечно эта краска нужна в этой картине но все равно это фантастика практически Крым если честно только это круче гораздо потому что он тут рядом и он родной а Крым за 39 земель попробуй туда доберись а это наши большинорымские барашки ну в смысле не наши там чьи это стада маркиза карабаса конечно это не так смотри какие красивые машины а там Чибан очень внимательно смотрит за такими приостановлющими машинами неудобно но это хорошо что машина а елки надо было спросить ну ладно да неудобно там люди разговаривают нету и нету все равно ну не работает скорее всего Васильевская переправа может работает до 5 может ограниченное время 67 километров показала нам столбик а вот там алыбай неудобно а теперь Наташа берет дорогу ребята даже становится как-то жутко представляете мы едем как будто бы не знаю какой-то по коллапсе случился и никого нету в этом мире мы одни остались с Наташей все хорошо хоть Чибаны нам встречаются они прям нас радуют мы готовы их не знаю что-нибудь подарить вот обратите внимание тут берег мы надеюсь завтра поедем по этому берегу и тоже вам будем надоедать со своими съемками потому что это первый раз мы снимаем эту дорогу что-то было некогда или мы снимали надо посмотреть кстати в общем надо все посмотреть и вот в этот залив Башинорымский мы заходили на яхте у меня товарищ есть он как-то раздобрился и мы с ним сходили и ночевали здесь вот на этом берегу тут недалеко ночевали тоже на яхте ну такая яхта она микроскопическая но классная сколько там было человек а4 для всех места нашлось и кто-то был на берегу по-моему кто-то был на берегу я прям спал под звездами это непередаваемое ощущение я вам не могу передать вот посмотрите на большой большинорымский залив вот он он туда уходит дальше ну это я так назвал там официального названия не знаю как он называется надо будет карту мухтарминского водохранилища посмотреть а карта где 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 только у директора мухтарминского водохранилища а мы с вами поедем вон дорога вдали она виднеется и вот по этому берегу прям я надеюсь что мы доедем до курчуна и вот это то что мы все проезжаем смотрите тут база отдыха какая неплохая построилась товарищей не было ровно три года назад и мы с вами тоже надеюсь можем здесь остановиться представляете неплохая солидная это фантастика три-четыре года назад даже наметок здесь не было последний раз я был здесь четыре года назад молодцы и самое главное мне нравится Приморск ух ты по моему город Приморск есть товарищ если я не ошибаюсь книги золотой теленок и там они искали кого они искали миллионера людей смотрите сколько отдыхают ну прям замечательно слава богу люди появились ура помните мы вам говорили а приморское слово какое море три море по моему там тоже в этой книге кстати есть теория и она везде озвучивается что это не Ильф Петров написали 12 стульев и золотой теленок а золотом теленке извините меня золотом теленке потому что если почитаете другие произведения ребята это вообще земля и небо там что то чем то если эти вообще читаешь и зачитываешься и юмор какие такой юмор можно это просто фантастика то остальные там какие то очерки это кошмар вообще просто невозможно читать и просто нереально так они заработали на этих двух книгах кучу денег с учетом того что они в те года это какие не знаю двадцатые тридцатые в Америку всю объездили на автомобиле вы представляете тогда Америку всю проехали на автомобиле благодаря этим двум книжкам просто красавцы в этом отношении конечно они большие молодцы ильф и петров ну это что такое тоже какая то бога давайте уже большинары хе-хе-хе-хе нет Наташа будет указать не бойся это пока Приморск Большинарым чуть в стороне ты проезжаешь перешейк вот этот вот и Большинарым он будет там и на въезде в Катон Карага еще Большинарым ну я грубо говоря вот так все Примор захотелся ну вот товарищи доехали мы до развилки до Алтая то есть Рянутская 67 километров до Укеннарыма то есть Большинарыма 10 километров а теперь я вам покажу как мы объехали и как потом не буду показывать как мы попробуем как мы объехали пока я покажу вот обратите внимание говорит Германия вот он Никольск мы проезжали вот он Заряновск но это старинная карта поэтому извиняюсь вот Серебрянку мы куда не заехали вот так мы все проехали проехали потом мы поехали вот так и вот так и вот сейчас мы в этом месте а короткая дорога вот как проходит мы тоже по ней ехали сейчас мы поедем на Катон Карагай и скорее всего до Урыли мы доедем там еще что Рахмановский но Рахмановский нереально хотя если честно мы спросим если кто-нибудь у нас доставит до Рахманов просто туда обратно возможно мы ребята тоже это вам покажем ну и вот граница с Россией тут граница там дальше будет с Китаем а где Белуха а Белуха где-то вот в этом месте вот тут ну и вот он Алтай как вы поняли Ташанта мы с тобой туда вымыли вот Ташанта мы с тобой вымыли ребята вот Ташанта Наташа показывает мы тут были представляете вот так вот вот так вот Продолжение следует...